Жалобы жителей Чукотки на доставку почты вновь участились в социальных сетях. С чем это связано и какие направления региона остаются наиболее проблемными, выяснял Владимир Никитченко. В социальных сетях уже неоднократно поднимается тема доставки почты на Чукотку. Жители жалуются на то, как долго идут посылки, а некоторые и вовсе наблюдают, как их отправление будто путешествует туда-сюда. Например, еще вчера посылка отслеживалась на сортировке в угольных копиях, а завтра она может значиться снова в Москве. Почтовики объясняют такие явления особенностями рабочей программы. Хочу извиниться перед нашими клиентами за одну историю, которую не все понимают. Когда часть посылок и писем не помещается в борт, и это в основном отправление из Москвы, у нас по техническим правилам в статусе прописывается, что эти отправления дошли до угольных копеек и вернулись обратно. Понятно, такого не бывает. И в ближайшее время эти отправления до нас доходят. Между тем, главным остается вопрос скорости доставки писем, бандеролей и посылок. Самыми проблемными на Чукотке остаются небольшие отдаленные села. Сейчас это Краснена и мыс Шмидта. У нас 20 сел, которые удаленные, они сложны всегда. Потому что туда летит вертолет или самолет раз в месяц или два раза в месяц. Мы стараемся подготовиться к этому рейсу и вовремя все доставить. Бывает где-то там запуржило или там еще что-то, да. Но я думаю, что мы это тоже решим чуть попозже. Из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в Пивеке долгое время невозможно было отправить крупные партии груза на Чаун-Чукотку. Теперь с вводом в эксплуатацию полосы почта на Пивек будет доставляться напрямую из Москвы. Первый рейс 17 января выполнил самолет Почты России Петр Первый. Он сразу доставил 15,5 тонн корреспонденции. Это более 50 тысяч почтовых отправлений. В ближайшее время пивекчане уже начнут получать посылки. Отправления, предназначенные для жителей Айонна, Биллингса и Рыдкуча, отправят в села малой авиации. Либо доставят по зимникам. С началом регулярных рейсов в Пивек собственных самолетов Почты России в округе высвободится около 39 рейсов малой авиации. Планируется, что в проведении Лаврентия-Эгвикинот отправления будут доходить в среднем на 3-4 дня быстрее. Между тем, накоплений в главном сортировочном центре на Чукотке сейчас немного. Новогодний ажиотаж спал, и сейчас там находится порядка 6 тонн груза. Большая его часть предназначена для Эгвикинота и мыса Шмидта. Чартерный рейс находится в ожидании летной погоды. Также сегодня еще 4 тонны груза доставил регулярный авиарейс из Москвы. В Анадырском отделении почты работа ведется в обычном режиме. Больших очередей сейчас нет. В смену работают два оператора в клиентском зале. Еще несколько человек разбирают поступающую почту. За один рабочий день оператор выдает получателям в Анадыре порядка 600 отправлений. Примерно такая же цифра, но в килограммах. Разбирается на складе одним человеком. Объем, да не сказать, чтобы большой. Иногда бывает, когда к нам приходит большая почта, их обрабатывают. И под вечер обычно, к 6-7, многие люди идут с работы. Вот тогда объем работы очень большой. То есть стоит большая очередь, и операторы делают свои дела работы. Отмечу, что над сложными ситуациями с доставкой почты на Чукотку работает специальная комиссия, в которую входят представители правительства региона и окружного отделения Почты России. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.